Сегодня в эфире. ФРФ с предоставлением субвенции из федерального бюджета. Правительство, однако, сообщило, что в пояснительной записке и финансово-экономическом обосновании к законопроекту отсутствуют надлежащие обоснования экономико-социального аспекта целесообразности его принятия и расчеты объемов финансовой нагрузки в разрезе всех субъектов Российской Федерации. Какими редкими генетическими заболеваниями страдают петербуржцы, узнайте здесь представленное финансово-экономическое обоснование реализации этого законопроекта потребует выделения дополнительных 68 миллиардов рублей ежегодно из федерального бюджета, однако таких денег в бюджеты на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов просто не предусмотрено. К тому же, сообщается на сайте правительства, предлагаемые изменения нарушают сбалансированность бюджетов бюджетной системы РФ. Справка в Петербургском реестре страдающих орфанными заболеваниями на сегодняшний день числятся 460 человек, в том числе 156 детей. Закупки лекарственных препаратов для таких детей осуществляются как за счет федерального, так и за счет регионального бюджетов. При этом закупка препаратов осуществляется в рамках общего финансирования всех льготных категорий жителей Петербурга. Чем отличаются закупки льготных лекарств в 2013 году от 2012, узнайте здесь, в 2012 году впервые за счет бюджета Петербурга закуплены дорогостоящие препараты для лечения таких редких заболеваний, как мукополисахаридоз, препарат и лапроза, легочная артериальная гипертензия, препараты, троклир, ревация, и другие на сумму 114,2 миллиона рублей. Закупка указанных препаратов осуществлена на средства бюджета города, сэкономленные при проведении конкурсных процедур во втором полугодии 2012 года, что позволило только частично обеспечить нуждающихся в них пациентов.